Здравствуйте! В эфире программа «По существу» в студии Анастасия Алексеева. Сегодня у нас в гостях начальник управления ГИБДД Почувашской Республики Владимир Геннадьевич Романов. Здравствуйте, Владимир Геннадьевич! Добрый день! Добрый. Последние несколько дней новостные ленты кишат сообщениями об авариях со смертельным исходом. Владимир Геннадьевич, что за аномальный такой скачок в статистике и почему так происходит? Изучая, наверное, последние пять лет статистику, август месяц – это самый опасный. Мы берем те годы, даже в августе месяце погибали люди до 40. Представляете, какие числа? В прошлогодние 27 цифр. Но сегодня мы идем уже, на сегодняшний день, с ростом. То есть, как бы сказать, статистика она показывает, общее снижение республики, общее снижение погибшими, ну, небольшое количество с ранеными. Как бы она успокаивала нас всех, и сотрудников госинспекции, и всех, кто участвует на дороге движения. Но вот всплеск ДТП с участием детей, и в последнее время, тем более, нетрезвых водителей, родителей, которые сегодня погибили, значит, и детей, и своих, и чужих, она показывает, что мы должны что-то делать. Вот, совместно со всеми, значит, сегодня и общественностью, и органами власти, ну, и участниками в дорожном движении. Вот какие меры профилактики, и как общественность может помочь автоинспекторам? Вот тот случай, который произошел в Батарево. Отец в нетрезвом состоянии сажает троих детей, жена впереди садится на автомашине 99-й и выезжает в город Чебоксары. Это по тем представленным сведениям, по тем объяснениям, которые в ходе проверки. Но здесь, значит, выезжая на полосе встречное движение, автомашина была Московской регионы, Сопеля-Астрак на территории Батаревской района, совершается лобовое столкновение. В результате погибает их ребенок, четырехлетний. Это трагедия. А это могло бы и не быть. Мы всегда вопрос задаем. Могло бы этого не случиться? Конечно. Если, во-первых, за руль бы не сел бы отец в нетрезвом состоянии, жена ему запретила бы поехать, родственники, которые проводили из дома, из деревни, зная, что он в нетрезвом состоянии, не отпустили бы. Сколько случаев, вот видите? Ну, и, конечно, здесь видеть, наверное, должна общественность, если нетрезвая. Это в городе, конечно, принято. Если водитель ведет, нет, дедукатность, звонит в дорожную патрульную службу, здесь мы притекаем. Но в деревнях все равно это, как бы сказать, боятся, что ли, или позвонить, или предупредить, что водитель в нетрезвом состоянии, примите скорые меры. Хотя есть такие факты. А что сами виновники ДТП в нетрезвом состоянии отвечают на такой вопрос, как могло бы такого не случиться? Я могу рассказать случай, который очень такой трагический прошел в Шумашинском районе. Это было 4 августа. Водитель в нетрезвом состоянии, значит, обгоняем машину, грузовой МАЗ, не справился с управлением. А по обочине шли целая семья. Старшая мать, сын, значит, это, получается, взрослый уже сын. И несу своего, значит, ребенка, 4-летний на руках. Жена со своим ребенком все шли в Шумашинском районе, ну, как бы, село Шумашинского, село самое Шумарше. И здесь видно, водитель, который, значит, обгоняя, исправляет своему управлению транспортным средством и совершает наезд на всю семью. В результате, значит, ДТП погибает трое сразу. Значит, это получается взрослая, у которой мама, сын и маленький ребенок. Еще двое находятся сегодня тяжелым, значит, в лечебном учреждении и реанимации. Мы говорим о чем? Такого случая можно что предотвратить? Конечно, значит, водитель не должен сидеть за рулем, не требуем в состоянии. И сегодня статистика показывает, что мы уже 60 водителей, значит, сегодня остановили, те, которые уже повторно попали, значит, за управление и требуем в состоянии. Цифра очень большая. Это вся, значит, уголовная ответственность за это. Какие профилактические меры со стороны вашего ведомства проводятся? Вот те же самые рейды, нетрезвые водители? Я могу сказать, что не только это у нас спасет территорию Российской Федерации, а оперативно-плативное мероприятие называется, широкомасштабно подписывается приказом министрам. Подключаются все службы и участковые полномочия, и другие службы, зная, что это мероприятие проходит широкомасштабно на территории республики. Задача госавтоинспекции не выявить в этот день нетрезвых, а чтобы нетрезвые знали, что сегодня рейдный день, она проходит 2-3 дня, и госавтоинспекция везде своими постами закрыла территорию республики, лучше мы не поедем. Вот бы нам добиться этого самого результата. А получается, наоборот, рейдные мероприятия все равно мы выявляем больше нетрезвых, которые сидят, да, и показывают свои результаты. Возвращаясь к детям, да, и к автокреслам, по большому счету сегодня несложно купить автокресло, и, наверное, оно не такую большую цену имеет, но, тем не менее, почему родители пренебрегают покупкой такого автокресла? Трагический случай на территории Цивильского района, автодороги М7, где у нас ремонт моста идет. Но там же, куда можно выехать на встречную полосу, там все зажато. Все равно умудряется водителя нарушать. И здесь тоже злобовое столкновение произошло. Маленькая девочка удавалась люлькой, вылетая через злобовое стекло. И благодаря, мы говорим, Господу Богу, она осталась, значит, жива. Почему? Потому что ремонт дороги идет, там песок. И этот песок, она вылетела и осталась жива. Значит, ну, много, честно говоря, травмы, и сегодня проходит лечение. Могу сказать, что таких случаев очень много. И примеры, наверное, показывают, наверное, сегодня участникам дорого движения. Мы сегодня привезли тоже виде запись на такую страшную, значит, территорию Цивильского района. Это молодые ребята, только получил водительское усиление. Месяц. И посадил своих сверстников, девчонок и 13-летняя девчонка, которая приехала сегодня к бабушке, Канашки район. И поехали в город Чебоксары, к каким-то закупкам, там, в сентябре месяце. И водитель вылетает по своей неопытности под масс и совершает лобовое столкновение. От машины, конечно, там вопроса ничего не остается. Ну, а дети же, все они дети, и погибают. Та же самая статистика говорит, что вот в первые три года, да, когда водитель считается неопытным, совершается самое большое количество ДТП с его стороны. Да, да. Вот это недоработка автошкол или это недоработка в целом системы? Может быть, какие-то дополнительные нужно меры вводить, образовательные те же самые? Простой пример. Водитель, который совершил ДТП на территории Цивильского района, 17-летний, пацан сдал с первого раза. Все как положено. Все. 18 лет его исполнится в этом году, он получает водительское сферение. Ну, так законом принято все. И он попадает сегодня в ДТП. Конечно, неопытность. И сегодня законодательный в будущем присматривать, чтобы у них скорость была соответствующая, чтобы они не могли, значит, управлять более такой превышением скорости. Но здесь, конечно, всегда мы говорим, наверное, страх должен быть у человека. Если я вот помню, как молодой водитель получил первое засверение, и в Чебоксаре приезжаешь, это страх стоит. Во-первых, незнание дороги. Во-вторых, значит, только транспорты. И человек, когда более, так и с уважением он относится в движение, он никогда не будет нарушать. Он будет пристраиваться к тому транспортное средство, потоку, не нарушая, доехать как положено. И обратно вернуться. Мы сегодня автошколу готовим большое количество водителей. Сегодня вся автошкола занимается только, наверное, мы об этом всегда говорим. Выпустить у них. Лишь бы ГАИ сдала, либо приняла. Но сегодня ГУСТОВ-ТИСПЕХ строго принимает. Это 50% не сдавших. Но самое главное, из этих молодых сегодня рост ДТП у нас в республике идет в нетрезвом состоянии. Больше, чем обычное ДТП. То есть молодые ребята, которые до двух лет со стажем в нетрезвом состоянии совершают больше ДТП, чем обычные. Вот это о чем, говорит, наша молодежь сегодня употребляет больше, спивается и попадает в эти даром тракт-пришествия. Неутешительные выводы сейчас были сделаны. Понятно, нетрезвые, понятно, молодые, неопытные. Но это не оправдывает, когда страдают наши дети. На каждое ДТП выезжаешь и видишь трагедию. Трагедия этой семье приходит неожиданно. И она очень страшна. Когда родители прибывают на место происшествия и видят детей погибших. Буквально случай вчера в нетрезвом состоянии водителя автомашины выезжает на полу встречи в Чебоксарском районе. И погибает 14-летний. Это считает тоже ребенок. Мопед имеет. А этот мопед должен быть зарегистрирован в госавтоинспекции. Раз. У ребенка должен быть водительское сферене. Категория М. И шлема нет. Мы сегодня думаем всегда об этом. Если родители купили, или сам ребенок сегодня, есть такие случаи, заработал, выкупил, там 20 тысяч стоит мопед. И ездит, управляет. Надо задуматься. Это опасность. Понятно. Никто не застрахован. Вот видите, здесь он нормально ехал, ребенок, все как положено. Но это было 12 ночи почти. А водитель в нетрезвом состоянии совершает лобовое столкновение, ребенок погибает. Мы всегда говорим, что где находится наш ребенок. И сегодня надо всегда говорить, и я себе говорю, где находится наш ребенок, чтобы предотвратить эти дорожные трансы происшествия или другие преступления или нарушения, связанные с детьми. Всегда они должны быть в контроле. Независимы, сколько им сегодня лет. Но хочу обратиться ко всем участникам дорожного движения. Особенно, когда сегодня перевозят детей. Скоро у нас начнется операция внимания детей. То есть 1 сентября. И еще ДТП будет больше. Потому что дети появятся уже на дорогах. Как пешеходы, как участники дорожного движения. Поэтому ко всем участникам дорожного движения. Всегда обращайтесь, звоните. Если видите, сегодня водитель в нетрезвом состоянии. Если ваш ребенок сегодня не пристегнут ремнем безопасности. И нет детского удержившего устройства, это говорит о том, что вы совершаете уже преступление. Потому что ДТП, это идет тяжкими последствиями. Пока кто-то проявляет свое безрассудство, кто-то другой должен произвить свою сознательность. И, наверное, действительно позвонить. Владимир Геннадьевич, спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был начальник управления ГИБДД Почувашской Республики Владимир Геннадьевич Романов. Спасибо, что вы сегодня были с нами. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры подогнали Симон.